На Псалом 79 Начальнику хора на музыкальном орудии Шашаним Эдуф Псалом Асафа Под изменяющимися пророк разумеет обновляемых через покаяние. Справедливо он присовокупил в конец, так как покаяние служит для нас последним якорем. Кроме же того, и возвещено оно было в самом конце веков с пришествием Христовым. Свидетельство этого Асаф и составил настоящий Псалом, изложив в нем то, что потерпел народ иудейский за свои многочисленные грехи. «Пастырь Израиля, внемли! Водящий, как овец Иосифа, восседающий на хирургимах, яви себя!» Видишь, как с этим согласуются слова Господа, который сказал он в Евангелии «Я есть пастырь добрый». Но почему пророк, касая всех других, указывает Иосифа и Якова? Потому что оба они были рабами, один в Египте, другой в Месопотамии. Но Бог изменил их рабство, свободу и соединенные с последней блага. Пророк поэтому и просит теперь Бога внять, чтобы он, видя весь наш род рабствующим мысленным врагам, не на себя обратить внимание, умоляет пророк, а неопределенно, то есть на всех, восстал для нашего освобождения и скорее пришел во плоти, так как мы нуждаемся в его пришествии для своего освобождения не иначе, как уже через воплощение люди могли принять сидящего на хирургимах. «Пред Ефремом и Вениамином и монастею воздвигни силу твою и приди спасти нас». Ясно, что пророк просит послания единородного во плоти, почему и умоляет его не только прийти, но и воздвигнуть свою силу. Под силой же он разумеет воплощение, потому что так называет его и в другом псалме, говоря, «облечется Господь в могущество и припоясаться». Но почему пророк говорит, что сила Божия воздвигнута перед Ефремом, Вениамином и монастею? «Если Бог, который всегда силен и только скрывает свою силу от людей, когда пришел во плоти и явил свою силу для всей земли, Он называет по одной части весь народ, израильский, которому пришел с небес воплотившийся Христос, поэтому и говорит, «возвигни силу пред ними». Или же говорит, «так потому, что они, имея раньше превратное о нем понятие, нашли его таким, что стали обращаться к Нему. Боже, восстанови нас, да воссияет лицо Твое, и спасемся». Пророк делает свою речь яснее и показывает образ и причину пришествия Христова. Причина пришествия в том, чтобы мы обратились и исправились. Образ – открытое явление, чтобы мы могли видеть его лицом к лицу. Иначе мы не могли бы и спастись, если бы он не явился нам таким образом. Потому и патриарх Иаков говорил, «видел Бога лицом к лицу, и осталась жива душа моя». Вот почему и Моисей просил, чтобы увидеть его таким же образом, не ради любопытства, а потому что, как пророк, он знал, что в этом заключается спасение людей, а не просил о том, чтобы увидеть чистое божество, так как на это лицо Божие не в состоянии никто взирать, как говорит сам Бог. «Господи Божий сил, да коли будешь гневен к молитвам народа Твоего». Не напрасно пророк употребил настоящие слова, а чтобы вместе указать и на свое достоинство и усиленно упросить Бога прийти. Поэтому он называет его не только Богом, но и Господом сил, то есть сил небесной. Но, зная по вдохновению Духа Святого, что таинство во воплощение Христова на некоторое время отсрочено, он называет гневом то, что молитва его в то время не достигла цели. Он знает и то, до коих пор этот гнев продолжится, почему дальше и присовокупляет. «Ты напитал их хлебом слезным и напоил их слезами в большой мере». Да коли сказано вообще, потому что пророки до тех пор питались слезным хлебом и питьем, оплакивая род человеческий, пока сам пришедший Христос не стал хлебом и чашей жизни. Хорошо сказал пророк в меру, показывая, что у Бога нет ничего без меры, но все гнев ли, наказание ли, посылается ли польза людей по правилу и мере. «Положил нас в пререкание соседям нашим, и враги наши издеваются над нами». Тех же самых врагов и соседей, очевидно, разумеет пророк и теперь, потому что пока Христос отлагал свое пришествие, они издевались и смеялись над людьми, особенно над пророками, не признавая истины в том, что они пророчествовали о пришествии Спасителя. Кроме того, немало и противоречия встречали от них пророки, когда они действовали в ложных пророках и через них говорили иное. Может быть, впрочем, он позволил демонам, мысленным врагам и соседям, противоречить, чтобы с офевидностью показать, что подобно тому, как слуги повинуются своим господам, так и демоны пророкам, хотя по высокомерию часто возмущаются и противоречат. «Боже сил, восстанови нас, да воссияет лицо Твое и спасемся!» Пророк повторяет ту же самую просьбу, желая показать, насколько необходима она, а вместе и нас научить не падать духом, когда не получаем просимого, а оставаться твердыми в уверенности, что получим непременно. «Из Египта перенес ты виноградную лозу, выгнал народы и посадил ее!» 855. Здесь пророк повествует, как заботился Бог о спасении народа иудейского, как земледелец, желая сделать виноград лучшим, более плодоносным, несколько раз пересаживать его с этой целью. Так и Бог переселил Израиля из земли халдейской в землю ханаанскую через Авраама, отсюда через Якова вывел его в Египет, наконец привел его, как на тучную пашню, в землю обитованную с самого начала, не просто посадил его, а вкоренил, то есть глубоко укрепил его корни, поскольку уже не было нужды еще переносить его. И сделал это не прежде, чем удалил как бы терния обитавшие народы, поэтому он и находился в полном благополучии, как видно из дальнейшего, очистил для нее место и утвердил корни ее, и она наполнила землю. Как? Через зарование закона, через истребление народов. Корень винограда иудейского Моисей, Иисус, Синьез и Лиазар, которые наполнили землю его благочестием, потому что всюду прошли их добродетели. Горы покрылись тенью ее и ветви ее, как кедры божии. Горами называются праведники божии, по высоте и святости их жизни. Они же и кедры. Праведник, говорится, процветет, как пальма, как кедр на ливане умножится. Их-то покрыла тень иудейского винограда, то есть закон, как говорит Павел. Имел закон пень будущих благ, а не самый образ вещей. Евреям 10.1. Под ветвями разумеют пророческие речи, которые делаются возвышеннее, благодаря добродетелям трудящихся, подобно тому, как бывает у земледельцев, занимающихся деревьями, показывают свои плоды. Итак, закон покрыл праведников не для того, чтобы скрыть их, а для того, чтобы прогнать от них холод, неверие и пламень всякого другого греха. Она опустила ветви свои до моря и отрасли свои до реки. Под морем, разумеется, крещение, под реками частное очищение, под ветвями, из которых родятся грозди, те доблестные по жизни мужи, какие были среди народа иудейского. Они простерлись не в море, а до моря, будучи по своим добродетелям близкими к благодати крещения. Те же, которые были только отраслями, а не ветвями, и только подражали ветвям, стараясь оправдить законы, то простерлись до рек, до частных очищений, не получая в них действительного очищения, а только воображая себя очистившимися. Для чего разрушил ты ограды ее? Так что обрывает ее все проходящие по пути. Ограда иудейского винограда – закон. Если ты этому не веришь, послушай Исаию, который говорит «Возлюбленном моего виноградник на вершине усучненной горы» – 5.1. И дальше. Ограждением оградил, разумеется, законом. Окопал, подразумевается, заповедями. Насадил лозу, поставил башню посреди его Иерусалим, и точили и выкопал храм. И затем продолжает «Что сделаю винограднику моему? Отниму ограждение его, и будет он в разграбление». Эту ограду Бог отнял, когда иудеи согрешили против Христа, который и оградил их законом. Поэтому они обрываются мимоходящими, то есть беззаконниками, неходящими надлежащим путем. Таковы настоящие иудеи, вероломствующие в законе. Почему о них и говорится, что они идут не дорогою, а мимо? Так и премудрость в притчах говорит о скудоумном юноше, увлеченном преступной женщины, что он блуждает на площади мимо угла, а не идет. Стих 14. Лесной вепрь подрывает ее, и полевой зверь объедает ее. Дьявол называется не только львом за его хищность, змеем за яд злоба, но и именем других зверей, упоминаемых в Божественном Писании. Он, обитающий в бесплодных лесах, нечестие, называется и вепрем за его радость при виде мерзости и нечестия, а также живущим в уединении, как один возгордившийся против Бога, и диким, как звероподобный и свирепый. Он-то разоряет иудейскую синагогу с тех пор, как разрушена ее ограда, то есть с тех пор, как Христос положил конец жизни законной. Они составляют теперь достояние врага, так как не имеют ни закона, ни жертвенника, ничего другого, относившегося к богослужению. Боже сил, обратись же, призрись в небо и возри, и посети виноград тей. Так как ни закон, ни пророки не обратили Израиля, то пророк по необходимости просит Бога, чтобы он обратил, то есть исправил, как же обратить, призревшись в небо и увидев. Но разве когда Бог не видит? Но теперь пророк просит его увидеть с особенным милосердием и оказать нам большее благодеяние, сравнительно с прежними. Как же именно? А это видно из дальнейших слов. Охрани то, что насадила десница твоя, и отрасли, которые ты укрепил себе. Заметь, что пророк просит Бога прийти не только в качестве земледельца, но и в качестве врача, потому что посещать свой стена врачу, который сам по себе производит осмотр. Итак, пророк просит его прийти в качестве врача, в качестве земледельца, вновь устроить виноградник, уничтожить мысленного червя и отсечь излишние разросшиеся ветви, благодаря которым он не в состоянии приносить плодов. Но ради какого виноградника? Не того, говорит, ограду, которого он разорил и который предал врагу, а ради ветви владычи, имеющей произойти от него. Вот почему и сказал, посети виноградь сей, пророк и добавил, и на сына человеческого, которого ты укрепил себе, то есть ради сына, имеющего родители, иудейского виноградника, которого ты укрепил себе, посети его. И подлинно. Пришествие единородного было посещением народа иудейского, если бы иудеи приняли его. Потому-то, Ян и говорил, пришел к своим, и свои не приняли, не узнали, равный сам Господь. Я не пришел, только к погибшим овцам Израилем я пришел. Их 17. Он пожжен огнем, обсечен, от прещения лица твоего погибнут. Так как пророк уподобил народ иудейский винограднику, то по необходимости разделяет речь, говоря то об образе, то о тех, кому он приложил этот образ. Итак, пожжен огнем виноградник иудейский, то есть синагога. Об этом же и говорил и Христос. Огонь пришел я неизвест на землю, и как я желаю, чтобы он уже возгорелся. А огонь низвержен и раскопан виноградник для того, чтобы по раскопании его открылось сокрытое в нем основание, о котором Исаи говорит. Вот я полагаю, в основании сиона камень многоценный, избранный, краеугольный, честный, и верующий в него не постыдится. 28.16. И Давид говорил, помяни Господи сынам и домам день Мерусалима, то есть язычников, говоривших, истощайте до основания его, разрушайте. принадлежащие иудеям до тех пор раскапывается язычниками, то есть тщательно исследуется, испытывается, пока они не откроют основания, которые те скрывают. В силу этого последние погибают от прещений лица Божия, разумея Христа, потому что он порицал их за то, что, имея ключи знания, они сами не входят и желающим войти препятствуют. Тихо 18.19. Да будет рука твоя над мужем десницы твоей, над сыном человеческим, которого ты укрепил себе, и мы не отступим от тебя, а живи нас, и мы будем призывать имя твое. Мужем десницы называется Христос. Мужем по человечеству. Десницы его, во-первых, потому что он вместе с плотью сидит как бы в деснице отца, а затем и потому, что он устроил всю тварь. Его же называет пророк и сыном человеческим, точно так же по причине плоти. Но чтобы ты считал всего его единослышным отцу по божеству, он и говорит, которого ты укрепил себе. Укрепил его, поскольку сам родил его. Укрепил себе, поскольку родил его равномощным и по всему себе подобным. Пророк молится, чтобы на нем была рука отца, разумеется, для совершения знамений и чудес для нас, так как последнее называет иногда рукой Божией, иногда перстом. Пророк молится, чтобы знамения для нас совершены были уже не через пророка, не через богоносного мужа, например, Моисея или Илью и других пророков, а через сына, обещая, что если это сбудется, то мы уже не отступим от него, потому что многократно отступали. Оживи нас, и мы будем призывать имя Твое. Оживишь нас живою водою крещения. Тогда мы призываем и имя его, называясь по имени Христа, христианами. Господи Божий сил, восстанови нас, да воссияет лицо Твое, и спасемся. Пророк часто повторяет эти слова. Он молится неприменительно, только к настоящему, показывая, что не обратиться, не спастись, мы не можем иначе, как только через воссияние лица Божия, то есть воплотившегося Слова. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому, Субтитры Алексею Дубровскому, спасибо за субтитры Алексею Дубровскому,